Здравствуйте! Сегодня мы сделаем небольшой обзор о новых возможностях программы NUKE 7. Интерфейс особо не поменялся, на вивере появилось несколько дополнительных кнопок. Прежде всего это Safe Area, безопасная зона, титры, экшен или обе зоны. Она используется для обозначения предельных зон, для отображения титров и другой информации, ввиду того, что крайние участки иногда перекрываются или не отображаются на экране. Также добавилась возможность по добавлению масок формата. Если вы, скажем, делаете в HD, то есть в формате 16 к 9, а потом впоследствии планируется кроп, скажем, на 4 к 3, то здесь вы можете поставить маску, какой картинка будет после кропа. Можем делать цельную, можем делать прозрачную, отображать просто линиями. Скажем, выбирать широкоформатный. Вот так будет в широкоформатном виде. Также еще две кнопки, это выделение точек за переградой и режимы выделения. В режиме мы можем выбрать, выделять ноду, точки, полигоны, либо объекты. Эти инструменты есть во всех 3D пакетах, ну, по крайней мере, в тех, что я работаю. И, соответственно, выбирая тот или иной режим, вы можете выделять разные объекты по типу. Ну, а опция Recible Occlusion позволяет выделять те точки, которые находятся за каким-то предметом, либо попросту те, которые находятся с другой стороны объекта. Также на тайм-линии есть еще одна новая кнопка, которая позволяет оптимизировать проигрывание выбранных кадров из памяти. То есть для того, чтобы вьювер воспроизводил кадры с максимальной скоростью, скажем, те же 24 или 25 кадров в секунду, эта кнопка отключает обновление всех элементов интерфейса, которые бы замедляли этот процесс. Вот, например, бегунок в Core Editor, он не движется, то же самое в DopeSheet. Вот такие вот мелочи, ну, мелочь на мелочи дает, наверное, какой-то прирост, по крайней мере, так уведряют Foundry, им лучше знать. Кстати говоря, про сам кэш. Воспроизведение теперь идет напрямую, не напрямую с диска, а с кэшированной информацией с оперативной памяти. Этим самым достигается гораздо большая скорость воспроизведения. Теперь немножко поближаемся по новым возможностям. Давайте по порядку. Небольшого изменения претерпели ноды по управлению временем. Тут в списке добавилась парочка новых нод, рядом с Off-Flow, уже знакомой нам нодой, появилась еще одна нода, которая называется Kronos. Как вы знаете, нода Off-Flow призвана изменять скорость воспроизведения видео. Если мы его замедляем, то программе нужно проделывать интерполяцию, то есть просчитывать дополнительные кадры, которые нужно вставить между уже существующими, если мы хотим получить хорошее замедление. Так вот, в Off-Flow для интерполяции используется несколько разнообразных алгоритмов, как на основе анализа изображения, так и на основе анализа движения пикселя. То есть, по сути, нода пытается создать вектора движения, чтобы понять, куда движется тот или иной пиксель. И в зависимости от этого, она может просчитать, где этот пиксель будет находиться на промежуточном кадре. Рассказывать об Off-Flow я сейчас не буду, просто хочу сравнить ее с нодой Kronos. Как вы уже заметили, между ними много общего. По сути, Kronos это модифицированный Off-Flow, который имеет несколько других возможностей. Во-первых, здесь нет выбора алгоритма для анализа интерполяции. Она происходит только на анализе векторов движения. Кроме этого, она имеет целый ряд разнообразных входов. Прежде всего, это вектора. Если у нас есть какая-то информация о векторных движениях этого изображения, мы можем подключить их к соответствующим входам. Вот у нас Foreground вектор, и здесь у нас спрятан Background. Создать такую информацию и визуально увидеть, как создаются такие вектора, можно еще при помощи одной обновки, которая называется Генератор вектора. Здесь у нас схожие параметры с тем же Off-Flow, либо с Kronos. Но теперь в результате анализа, если мы подключимся к этой ноде, то мы увидим, что у нас есть информация в канале Motion, то есть информация о передвижении пикселей, информация о векторах. Поставим Frame Range правильным. Здесь мы можем настроить детали векторов. Можем добавить немножко сглаженности. Также, как и в опциях Kronos, у нас добавилась новая возможность использовать GPU, если возможно. То есть, если у нас стоит видеокарта, которая может просчитывать это все дело, то мы можем использовать процессор GPU для того, чтобы ускорить процесс просчета. Такие возможности появились в многих нодах NUC7, особенно в более затратных нодах, таких как Motion Blur или ZDFocus и так далее. То есть, это значительно ускоряет сам процесс просчета. То есть, теперь, допустим, как вектора, у нас здесь выход идет Foreground, можем подключить его к ноде Kronos, и тем самым мы указываем на движение пикселя. Вместе с тем, если мы подключим тот же Kronos, включим RGBA. Если мы, допустим, установим скорость в два раза медленнее, в два раза медленнее это все у нас будет двигаться, мы можем включить Overlay Vectors. Таким образом, программа показывает те самые вектора, которые она же и создает, точнее, нода создает эти вектора. И на основе этих векторов мы уже можем просчитывать, точнее, нода Kronos будет просчитывать промежуточные кадры. То есть, в этом случае мы можем использовать эти вектора. Они, кстати, не создаются, то есть она не создает отдельный слой с векторами, она просто и для себя просчитывает, и для себя же использует для замедления. А вот информацию с генератора векторов мы можем использовать, например, для той же ноды Vector Blur, допустим, который использует информацию с канала Motion. Вот нам нужно сюда включить UV-каналы. И мы видим, что происходит размытие согласно тем векторам, которые создал генератор векторов. Получаем размытие в движении. Кроме возможности работы с GPU, некоторым нодам работы со временем добавили возможность влиять на 3D. Вот, допустим, если мы добавим какой-то куб. И его слегка проанимируем. Неважно как. Допустим, сюда. Вот у нас есть анимация. И такие ноды, как Frame Hold, Frame Range и Time Offset. Видите, они стали такими вот, немножко изменилась форма самой ноды. Ранее они были все квадратными, как Outflow. Теперь они стали с такими вот треугольниками на конце. Ромбики. Так вот, теперь мы можем этими же нодами управлять и анимацией в данный момент куба, например. То есть трехмерной анимацией. Если мы подключим сюда тот же Time Offset, мы можем изменить там анимацию, например, на 10 кадров. То есть теперь у нас первые 10 кадров анимации нету. Начинается только с 10 кадра, с 11 передвижения. То есть смещение кадров, то же самое и Frame Hold. Если мы там выберем, например, там какой-нибудь 25 кадр, то куб будет находиться постоянно на этом 25 кадре. То есть, по сути, мы управляем анимацию объекта или целой группой объектов по времени. Что, в принципе, довольно удобно. Далее перейдем к еще одной интересной вещи, к новой. Это трекер. Перетащим сюда наш фьюер. Подключаем трекер. Сейчас будем на примере этой картинки смотреть, чего же нового добавили в наш трекер. Ну, во-первых, за место старых четырех трекеров мы имеем возможность добавления большого их количества. Поменяем Frame Range. Также вместе с этим некоторые элементы управления были перенесены во вьювер. Вот это все разнообразие кнопок, большинство из которых было предоставлено у нас в настройках ноды, теперь располагается во вьювере. Давайте же его протестируем. Прежде всего, каким образом мы можем добавить сюда трекеры. Первый способ – это при помощи кнопочки Add Track. При этом добавляется трекер по центру вьювера. Далее мы можем перемещать трекер на нужную нам точку. Кстати, для этого у нас появился довольно удобный инструмент. Это небольшое окно зуммирования, которое позволяет нам точно поставить трекер на нужное на место. То есть нам не обязательно теперь каждый раз приближаться, отдаляться и так далее. Это окно нам поможет точно поставить трекер на свое положение. Мы его можем зуммировать, делать больше. Второй метод добавления трекера при помощи вот этой вот кнопочки. Мы ее нажимаем, появляется, она становится красной. Жмем по месту, где мы хочем добавить трекер. И пока у нас она активна, добавляются все новые и новые трекеры. Ну и самый простой и самый быстрый способ добавления трекера – это использование горячей клавиши Shift. Если мы зажимаем Shift, видим, что эта кнопочка становится активной. Отпускаем, она неактивна. То есть нажимаем Shift, ставим трекер. Нажимаем Shift, ставим несколько трекеров. Что касается функционала этого окна. Здесь мы также при помощи клавиши Shift можем увеличивать или уменьшать изображение. Также рядышком есть окно с номером кадра. Это ключевые кадры. То есть если мы, допустим, в первом кадре поставили трекер, здесь тоже написано Frame 1. И перейдем, скажем, в кадр, например, в 25-й. И переместим наш трекер вот сюда. То создастся еще одно окно с подписью Frame 25. То есть каждый раз, когда мы создаем новый ключ анимации размещения трекера, каждый раз создается здесь ключ на тайм-линии синий. И, соответственно, создается новое окошко. И показывается, мы можем здесь сверять положение трекеров в разных кадрах. Зачем эти ключевые кадры мы вскоре увидим? То есть таким образом мы можем создавать большое количество разнообразных трекеров. Все они находятся в списке в этом окне. Здесь уже знакомые нам параметры по трансформации, перемещению и масштабированию. Если мы используем несколько трекеров, то мы можем получить информацию об этих вещах. Ну и еще одно значение ошибки. Вскоре мы с ним разберемся. Показывает на то, насколько трекер идет правильно относительно референсного кадра. Удалять эти трекеры мы можем довольно легко. Либо во вву-порте, выбрав любой из трекеров, нажав клавишу Delete. Либо то же самое мы можем выбрать здесь. И нажать клавишу Delete Tracks. Или попросту удалить Select All. То есть выбрать все и Delete Tracks. То есть удалить все трекеры. Проделывая же сам трекинг, довольно просто. Давайте для теста выберем вот эту вот точку. Переходим на первый кадр. И произведем трекинг. Сам процесс трекинга мало чем отличается от предыдущего. Те же элементы управления. Трекинг в обратную сторону, трекинг вперед. Трекинг по одному кадру и остановиться. Все они имеют горячие клавиши Z, X, C и V. То есть Z у нас идет трекинг в обратную сторону. V соответственно вперед. Ну и X и C клавиши. Трекинг поочередно по одному кадру в одну и другую сторону. При помощи клавиши Escape мы можем трекинг остановить. Вот давайте запустим вперед. Жмем Escape. Видим немножко трекинг такой корявый у нас получился. Слетела у нас точка. Но при этом трекер все равно дальше продолжал свою работу. Дело в том, что есть определенные условия, при котором трекинг будет остановлен в автоматической программе. Это когда уровень ошибок будет слишком высок. Вот здесь в этом окне у нас в столбике Error, Ошибки, появились некоторые значения. Если мы включим Curve Editor, выберем наш трек, выберем Ошибки. Мы увидим вот такую вот кривую. Это кривая изменения ошибок. Что это значит? Чем дальше трекер отдаляется от референсного кадра. То есть допустим мы в первом кадре поставили наш трекер именно сюда. И программа сидит за тем, чтобы он именно так и отображался. Но программа кроме этой точки, она сканирует выделенную область. Поэтому если у нас эта область меняется в перспективе, допустим как у нас здесь. То тогда зона поиска немножко видоизменяется и трекер не может найти в точности такой же участок, который мы видели в начале. Поэтому он показывает, что в данный момент вот здесь у нас уровень ошибки был максимальный. То есть значительно отличается изображение от референсного кадра. Таким образом при помощи этих ошибок мы можем видеть, где у нас трекер был плохой. То есть кроме визуального как бы отображения, мы сами видим, что он слетел. Так и при помощи этой кривой мы это можем увидеть. Также при помощи вот такого светофора мы можем визуально отобразить во вьюпорте качество трекинга. То есть там, где у нас зеленые маркеры, там где у нас зеленые точки, трекинг качественный. Там, где красные, соответственно количество ошибок здесь возросло и маркеры стали красного цвета. Ну и желтый это такой переход. Средненькие такие трекеры. То есть мы можем также визуально, не заходя в Curve Editor, можем визуально увидеть, где у нас был плохой трекинг. Также можем отцентровать вьювер по маркеру. То есть у нас как бы будет застабилизирован маркер по центре вьювера. И изображение наше будет перемещаться в зависимости уже от трекинга. Также иногда просто для наглядности полезно на это посмотреть. Ну то, что ошибки есть, это видно. Каким же образом мы их можем исправить? Ну или хотя бы уменьшить их количество? Ну понятно, что допустим, из своего опыта мы можем добавить сюда, например, ноду цветокоррекции. Скажем, понизить saturation, повысить контраст. Выберем ту же точку. Кстати, удалить информацию о трекинге мы можем теми же кнопками, которые были и раньше в старом трекере. Это удаление информации до курсора, который стоит в данный момент. Удаление информации после курсора или удаление информации вовсе о нашем трекере. Теперь, когда мы будем проводить трекинг, он будет уже получше немножко, но все-таки, как мы видим, особенно здесь, он все-таки будет слетать. Контраст — это хорошо. Но давайте посмотрим еще один метод, который был добавлен в двухмерный трекинг. Это ключевой трекинг. Что это значит? Давайте удалим опять-таки всю информацию. Вот, допустим, я на самых таких основных моментах, когда, допустим, движение заканчивается, вручную буду перемещать маркер вот сюда. Далее использую еще одну. Допустим, здесь. Создаем еще один трекер. И еще один. Теперь переходим в начало. Вот уже знакомы нам четыре окна, то есть я сделал четыре ключа. У нас есть две кнопочки. Первая и вторая. Первая кнопочка делает трекинг по всем ключам. Вторая кнопка делает трекинг от одного ключа к другому. То есть от текущего, на котором стоит бегунок, мы сделаем трекинг к другому ключу. Следующая кнопка делает трекинг по всем ключам. Теперь мы видим, что трекинг гораздо-гораздо лучше. То есть мы указали программе, где находится наш трекер на этих участках в определенных моментах. И используя эту информацию, кроме самого трекинга, программа направляет как бы трекер в ту сторону. То есть результат получился гораздо лучше. Конечно, у нас есть определенные смещения. И опять-таки у нас есть ошибки. Но они уже не такие большие. То есть мы видим, что в тех ключах, которые мы поставили вот здесь, ошибка нулевая. То есть программа считает эту позицию как бы идеальной. Если мы ее сами поставили, значит он там и должен быть. В остальных же местах, ну здесь допустим видим, что немножко маркер слетает. И у нас, соответственно, появляется пик ошибки. Но даже после таких небольших настроек у нас трекинг уже гораздо лучше, нежели в начальном результате. Также в автоматическом режиме мы можем изменять, делать какие-то изменения в коррекцию трекинга. При этом делается это автоматически. Допустим, в любом кадре между нашими ключевыми кадрами я делаю коррекцию. И программа заново, соответственно, моих изменений, моей коррекции пересчитывает данный трекинг. То есть если у меня здесь ключи, допустим, вот на этом кадре и на этом, я посредине поставил курсор и увидел, что у меня какая-то здесь недоработка. Трекер слетел. Я его перемещаю и программа, используя эту информацию новую, делает коррекцию автоматически. Довольно-таки удобно. Также в трекеры добавилась возможность по выводу информации. То есть мы можем делать, если у нас информация Conner Pin, то есть по четырем углам изменений перспективы. Мы можем вывести эту информацию в отдельную ноду Conner Pin. То же самое, если мы хотим сделать Stabilize, MatchMoy и все такое. То есть то, что у нас есть вот здесь, мы можем вывести в отдельную ноду. Вот, например, если я выведу Transform, нажму Create, то, соответственно, получу стабилизированное изображение. Если я подключу к трекеру эту ноду Transform, то у меня изображение будет застабилизировано по этому трекеру. Довольно-таки неплохо усовершенствовали этот инструмент. Давайте также, прежде чем перейти к 3D, взглянем еще на RataPaint. Добавляем ноту RataPaint. Вот она. Визуально мало что изменилось. Некоторые функции попрятали и кое-что добавили. Но прежде всего, как заявляет создатель, теперь она меньше весит и работа в ней гораздо быстрее. Что имеет в виду, если мы, допустим, создали множество слоев с клонированием, копированием, то обычно просчет таких вещей очень долгий. И сама процедура редактирования таких слоев довольно длительная. И размер файлов, соответственно, нюкоских значительно возрастает. С усовершенствованием ноды работа с таким количеством слоев становится намного быстрее и файл меньше весит. Ну а визуально на данный момент мы можем увидеть ряд кнопок, которые находятся вверху, часть которых указывает на ранее существующие функции, такие как автоключ. Здесь же есть отображение кривых. Если мы, допустим, добавим тот же ректангл, у нас есть отображение линий, нумерация точек, отображение этих самых точек, элементов трансформации, если мы выделим, например... То есть, bounding box пропадает. Дальше кнопка, которая отключает bounding box, когда мы перемещаем наш объект. Таким образом. Также выделение. То есть, допустим, если мы зажмем эту кнопку, и у нас выделен, в данном случае, прямоугольник, то щелкнув по пустому месту, выделение не снимается. То есть, щелкаем по этому месту, перемещаем точку, щелкаем по этому месту, перемещаем точку. Здесь же теперь у нас снимается выделение. То есть, для того, чтобы переместить точку, нужно ее выделить, а потом уже начать перемещать. Также в шейпах появилось два новых инструмента. Это касповые. Каспит без Е и каспит рентангел. То есть, что за каспо, я думаю, вы знаете. Это точки. Если мы создаем точки, они не сглаженные. Если мы создаем, допустим, обычный без Е, то, зажав кнопку, немножко подержав, мы можем сделать сглаженные точки. Потом, выделяя их, мы можем, допустим, сделать касп, да, либо shift Z. Здесь же мы можем это делать одновременно. То есть, эти углы сразу будут ровными, касповыми. Как бы мы ни зажимали кнопку, они все равно будут ровными. Не будет создаваться кривая без Е. То же самое с каспом ректангел, то есть прямоугольником. Чем он отличается от обычного? Если мы берем обычный ректангел и перемещаем его точку, то она не совсем касповая делается. Однако, в этом прямоугольнике она будет ровной. То есть, углы не будут сглаженными. Вот это отличие каспового четырехугольника ректангел от обычного. Ну и еще такая приятная мелочь. Это изменение длительности жизни. Прямо здесь, в списке, на вкладочке Live, на столбике Live. Дважды щелкаем и можем выбрать, в каких кадрах данный Shape, Clone или еще что-нибудь будет существовать. То есть, не нужно теперь переходить на вкладку Lifetime и изменять параметры здесь. Нужно это все сделать прямо отсюда. Также есть интересные изменения в Киере. А именно в Киере Primed. Давайте перейдем к этому примеру. Rotapaint нам не нужен. Да, кстати, что насчет Rotapaint. Хочется сказать, если вы делаете Rotapaint в седьмом нюке, из-за того, что они его поменяли, нет возможности открыть его в шестом. То есть, лично у меня выбивает ошибку, когда я открываю проект, в котором есть Rotapaint седьмого нюка. Я пытаюсь открыть его шестым, и программа выбивает ошибку. То есть, его просто вылетает. Поэтому приходится копировать все ноды, полностью весь скрипт через Ctrl-C, Ctrl-V, только не выделять Rotapaint. Вот в этом небольшая такая загвоздка. Помните об этом. То же самое, если мы имеем скрипт шестой версии с Rotapaint, мы открываем его в седьмой, и программа предупреждает, что она-то откроет этот проект, но более этот проект шестым не открыть. Так, перейдем к Primate. Вот он у нас. Визуально как бы не особо много чего поменялось, но у него есть некоторые изменения для быстрого кейнга. То есть, у нас есть большие возможности по редактированию, это вы знаете. Но что, если мы будем использовать, например, автоматический просчет? Вот такой вот результат у нас получился в самом начале. Немножко шума на бэкграунде, немножко дыр внутри объекта. Таким образом, мы можем улучшить при помощи новых инструментов данный кейнг. Как вы знаете, что в основном кейнг делается, ну, редко, когда он делается одной нодой. Это если очень хорошая ситуация, в принципе, как здесь. Мы его можем сделать и при помощи одной ноды. Но в основном, когда у нас много объектов, там тени всевозможные и так далее, нам приходится делать несколько разнообразных альфа-каналов, несколько разных масок, потом их объединять при помощи кеймикс или мерджа. Вот. И на основе этого делать уже премульт, то есть обрезать изображение по этой маске. Так вот, и можем слегка усовершенствовать эту маску и даже автоматически сделать несколько их вариантов при помощи новых инструментов Primit. Здесь есть две новые возможности, две галочки Adjust Lighting и Hybrid Render. Вот сейчас мы с ними и разберемся. Соответственно, настройки их можно найти чуть ниже. Также на Output Mode, режим вывода, мы можем, кроме двух или трех ранее предоставленных возможностей, Primultiply и Unpremultiply, мы можем еще также сделать Adjust Lighting, то есть редактирование светом. Сейчас мы увидим, как он работает. И, допустим, Hybrid Core, то есть создать ядро. Таким образом работает Adjust Lighting. Если мы включим эту галочку, мы можем вывести Adjust Lighting Foreground и Background. То есть нода на основе этих настроек, на основе Adjust Lighting, создает бэкграунд того зеленого экрана, то есть чистый зеленый экран, который находится за пределами объекта, который мы вырезаем. Он делает это при помощи определенной сетки. Он сканирует эту сетку, разрешение этой сетки дает представление о бэкграунде, который находится сзади, то есть он берет информацию с зеленки возле этого объекта и переносит его на ту часть экрана, где объект находится. Соответственно, при помощи порогов с Threshold мы можем менять настройки этого зеленого экрана, если у нас какие-то появляются на нем черные места. Вот такого плана. Это размер той самой решетки, о которой я говорил, которая анализируется. Чем меньше это размер, у нас было ранее, вот здесь, например, черное пятно такое, уже немножко уменьшить этот размер решетки и тем самым убирать ненужные пятна. То есть мы создаем, по сути, чистый экран. С чем-то схожей с работой ноды IBK. Когда одна нода IBK создавала зеленый экран чистый, а другая вырезала объект с этого зеленого экрана. Также при помощи этого аджаста убираются некоторые шумы с фона. Видим, да, чем отличаются. При этом информация о деталях остается на краях. То есть кейн получается гораздо лучше. Мы воссоздаем бэкграунд и, соответственно, шум здесь практически ходит. Вот одна точка какая-то здесь есть. На нее мы можем даже и не смотреть. То есть довольно-таки хорошо. Однако наряду с этим практически в любом кейнге есть такая проблема, как дыры. Вот такие вот дыры, они начинают шуметь. Поэтому их нужно определенным образом заделывать. Но для этого мы можем воспользоваться гибридным рендером. Давайте продублируем эту ноду. Подключаем фонграунд. Открываем ее настройки. Итак, если мы включим гибридный рендер и сделаем вывод гибрид-кор, к примеру. Программа создает ядро. То есть раньше мы делали, допустим, когда в одном уроке по кейнгу я показывал этот метод при помощи нескольких нотки лайта. Одна создавала детали, допустим, волос. Следующую довольно сильно выкручивал, убирал все шумы и убирал все детали с волос и размыть их частей объекта. Таким образом мы создаем маску внутреннюю, которая у нас будет убирать все прозрачности, которые находятся внутри объекта. Она немножко отдаленная от краев, для того, чтобы не делать маску очень грубой. И таким образом этот CoreMate можем использовать для того, чтобы объединить с этой маской. То есть это у нас масочка будет добавлять детали волосам, а CoreMate у нас будет заливать белым цветом все заведомо непрозрачные участки. То есть будет заделывать те самые дыры. У нас еще дыра здесь небольшая присутствует, но, в принципе, при помощи других настроек здесь мы можем ее убрать. То же самое в HybridMate мы имеем некоторые значения. То же самое Aeroad. То есть ранее, как мы делали, мы при помощи Keylight вырезали небольшой участок такой, потом при помощи ноды Aeroad добавляли чуточку размытия блюра по краям, чтобы она не была сильно грубая. То же самое мы делаем и здесь. Этот Aeroad, который указывает на как бы седая, да, чем выше этот параметр, тем он больше седает альфа-канала. При помощи BlurRadius мы можем создавать размытие больше или меньше по краям. Ну и потом мы эти обе маски можем объединить, не знаю, кимиксом каким-нибудь или, допустим, матом тем же. Вот получается у нас вместо такой маски получалась вот такая. То есть дыр у нас уже некоторые заполнены. Ну и потом уже, я думаю, всем известный процесс. Ну а дальше дело уже за деспилом. Также я не могу не затронуть такую ноду, как Spline Warp. Ее также немножко доработали. Поэтому давайте на простом примере увидим, каким образом она работает. Эта нода и была ранее инструментарией нюка. Для чего она нужна? То есть само название Warp говорит о том, что мы будем что-то искажать. Ну, визуально он не сильно изменился. Как и в предыдущих версиях, у нас есть ряд инструментов, которые позволяют создавать шейпы. То есть чем-то они схожи с ротоскопом, с инструментарием Roto, RotoPaint. У нас есть инструменты по редактированию и созданию шейпов. То же самое окно, только с несколько другими настройками. Также вверху есть те же кнопки, которые мы видели в ноде Roto. Ну и, соответственно, некоторые кнопки, которые ранее были в Spline Warp. Также добавились парочка новых. Итак, каким образом работает, собственно говоря, этот Spline Warp? Давайте на примере вот этого мелого инопланетянина увидим, каким образом вообще создаются искажения. Что нам для этого нужно? При помощи сплайнов, как вы уже поняли, наверное, то есть при помощи линий мы создаем область, которую мы хотим изменить. И также мы создаем еще одну область, на которую мы хотим ее изменить. То есть давайте для примера сделаем этого инопланетянина немножко более улыбающимся. Что мы делаем по умолчанию? Мы видим сразу выделенную у нас без E. То есть что нам нужно сделать? Мы выделяем. Я переключаюсь на вход A. Пока мы будем использовать только один вход. Позже мы увидим возможности по созданию морфинга. Для этого нам понадобится еще и второй. Пока будем работать с обходом A. Итак, мы создаем область, которую мы хотим изменить. Точнее мы ее указываем. Мы будем работать сортом. Вот этот наш рот. Далее мы переходим на следующую кнопку. Это A. Warped. То есть измененный уже. Пока он у нас не измененный. Программа еще ничего не сделала. Для того, чтобы указать, на что должен измениться наш рот, мы указываем еще одну область. Вот, допустим, такую улыбчатую. То есть, по сути, мы должны всю информацию, которая находится в первой области, растянуть до области, которую мы указали второй. У нас появилось два без E. Они пока никак не отличаются. Оба промаркированы как A. Что нужно сделать для того, чтобы, собственно говоря, создать это самое растягивание, warp? Для этого нам нужно воспользоваться инструментом, который называется Joint Tool. Выделяем первую область. Она становится такой вот желтой. И появляется линия с курсором, который мы должны связать или указать на тот шайб, на тот сплайн, на который мы хотим это все перетянуть. И щелкаем снова левой кнопкой мышки. Получается вот такая вот вещь. На первый взгляд, не очень презентабельная. То есть, хотели растянуть рот, а растянули все лицо. Ну, или не знаю, как у них там называется эта часть головы. Поэтому, естественно, нам нужно это все подредактировать. Редактируется это очень просто при помощи вот этого вот меню. Здесь есть так называемые точки соответствия, Correspondence Point. Если мы выбираем инструмент Correspondence Point, в данном случае я хочу Modify создать, то есть, я их хочу изменить. Это точки соответствия. То есть, что они показывают? Они показывают, что вот эта вот точка при растягивании, при модификации будет вот здесь. Вот эта точка будет здесь, эта здесь, эта здесь. Мы видим, что они немножко сместились. Мы берем нижнюю точку, перетаскиваем сюда и уже немножко все как бы поприятнее делается. То же самое, допустим, с этой точкой. Мы можем менять как точку на первом шайпе, так и на втором. Нажмем O для того, чтобы убрать Overlay. Ну, вот у нас уже такой улыбающийся инопланетянин получился. Так вот, здесь же в окне безе мы можем делать все то же самое, что мы делали в ротоскопе. То есть, мы можем создать папку. Например, я хочу это назвать mouse. Вот, по-моему, он так пишется. Перебрасываем их туда. Для того, чтобы не путаться, если мы делаем варп, особенно если мы работаем там с лицом, у нас множество разнообразных деталей, глаза, нос, уши, все остальное, нам нужно создавать множество этих самых безе. Причем, для каждого участка их должно быть два. То есть, первый, с которым мы начинаем работать, и второй, на котором мы его растягиваем. Так, вот это вот рот. Для того, чтобы увидеть разницу между первой картинкой, не искаженной и искаженной, мы выбираем A и Warped A. Вот это дублирующая кнопка вот этого меню. Это же самое мы можем делать при помощи него, но кнопками, конечно, удобнее. Кнопки переключают между A Warped и A стандартным. Также мы будем позже использовать входы B. Но перед этим давайте еще рассмотрим некоторые возможности по настройке Warped. Основная проблема сейчас заключается в том, что вместе с Warped растягивается, в принципе, все лицо. Что нам нужно сделать для того, чтобы сделать, для того, чтобы создать Warped только в определенной области? Для этого давайте создадим маску. включу оригинальное изображение, снова включаю BZ и создаю маску вокруг лица. Я ее делаю очень простой, быстро, для того, чтобы не тратить времени. так слегка редактирую. Ну, вот что-то в этом роде. Вот так. теперь мы эту маску будем использовать как boundary. Что это означает? Если мы ставим здесь вот эту вот опцию, включаем для маски, которую я только что создал, то это означает, что края этой маски растягиваться не будут, то есть никоим образом лицо изменяться не будет. Если мы сейчас будем переключаться между разными типами Warped, точнее, между оригинальным изображением и Warped, то видим, что растягиваются теперь только те участки, которые я задействовал, и небольшое расстояние от них. Все же остальное мало меняется. То есть, чем ближе к этой линии, которую я создал, и позначил ее как boundary, тем меньше модифицируется изображение. Таким образом, я могу также, например, создать еще одну маску вокруг носа. Только перехожу в оригинал. Вот такая вот масочка. Только в данный момент я хочу сделать не boundary, а soft boundary. То есть, также все, что находится под этой маской, будет перемещаться немножко, точнее, и сдвигаться немножко меньше. Таким образом, если мы включим вариант, с изменениями, то мы видим, что нос изменяется гораздо меньше. То есть, мы можем указать масочка не только те части объекта, которые мы не хотим, чтобы изменялись, но и те части объекта, которые изменяться должны несущественно. Некоторые кнопки, что касается визуализации, это отображение первичной маски, основной и второй маски, которую мы делаем для варпа. Также отображение масок boundary и boundary soft. То есть, в принципе, только кнопки, которые касаются визуализации, прежде всего, всего, что здесь происходит. Ну и под конец, давайте еще увидим возможности по морфингу данного инструмента. Создаем новый сплайн, сплайн варп. Итак, к входу A я подключаю вот это вот инопланетянина ко второму входу я подключаю вот это вот изображение, вырезанное из видео. То есть, я зафризил просто один фрейм. И у нас немножко разная, конечно, перспектива, но все-таки просто у меня нет сейчас более наглядного примера, на котором бы можно было показать этот самый морф. В этом случае мы будем использовать два изображения, два входа B и A. Как и в предыдущем случае, это у нас вход A, вход A варп, вход B, B варп. И также есть еще кнопочка, которая выключает отображение сразу двух ходов. При помощи параметра mix мы можем делать, миксовать их для того, чтобы увидеть одновременно и то, и то изображение. Что нам нужно сделать? Если мы хотим превращать монстра в девушку, его нужно подключить ко входу A. Если девушку монстра, то тогда девушку нужно подключить ко входу A. Поэтому поменяем их местами. Итак, как и в предыдущем случае, нам нужно создать маски, из которых мы будем делать морф и маску, в которую превратится созданная нами впервые. То есть, мы переходим на A, вход A и делаем маску лица. я не буду сильно опять-таки с этим заморачиваться, чтобы не тратить много времени. Создаем простую маску. Немножко ее редактируем. Ну, что-то в этом роде. Далее мы переходим на вход B и создаем здесь такую же маску. Как видите, маска создается уже синяя. То есть, перед этим у нас была красная маска, которая была на входе A. Здесь же у нас маска синяя. Нужно поменьше ключей ставить. В общем, я думаю, суть понятна. Так. Создали здесь масочку. Теперь нам нужно сделать переход от одной маски к другой. Выбираем AB. Вот у нас две маски, красная и синяя. И при помощи того же инструмента Joint Tool выбираем сначала красную маску, потом выбираем синюю. Таким образом происходит морф. Опять-таки, он у нас далеко не идеальный, поэтому нам нужно точки соответствия подправить. также можем задать новые точки R для того, чтобы немножко откорректировать еще растягивание лица. из-за того, что у нас монстры немножко имеют другую форму черепа, получая слегка растянутая, но мы сейчас это будем исправлять. Далее нам нужно поработать с деталями. Входим на A. Что нам нужно сделать? У нас разница довольно большая как в размере глаз, так и в размере носа, положение рта и так далее. То есть, монстр получается с такими большими щеками очень. Давайте также поработаем с этим. Как я уже ранее говорил, желательно создавать папочки. То есть, это у нас будет, например, Face, куда мы поместим оба без E. Далее создаем папочку, например, которую называем House. И здесь мы рисуем очертания рта. Дальше мы можем сделать очень простой вариант. Правой кнопкой нажать и сделать Duplicate in B. То есть, перенести в маску B. Как видите, маски здесь подписываются. Вот эта маска у нас, которую я создал, находится в A. Предыдущие две маски мы уже объединили. Они имеют маркировку AB. Вот маску, которую я создал в B. Скопировал. Сделал дубликат. Мы ее перемещаем. Такой у нас рот должен получиться в итоге. Где-то так. Делаем то же самое. Joint Tool. Естественно, корректируем точки. Потому как они у нас очень неправильные. Такой вот у нас страшненький рот получается. Добавляем еще точку. Ну, страшненький, у чего поделаешь. То же самое делаем с глазами. Создаем новую папочку. это все очень приблизительно, просто нету времени заниматься детальными масками. одно око. Один глаз. Здесь мы его меняем на такой вот большой. Так. делаем объединение. Какой замечательный глаз. и еще одна маска. оттенка. здесь практически все верно есть конечно небольшие глюки в этом плане можем просто выделить из пробовать добавить точки корректировки здесь немножко дальше маску поставить поскольку тут у нас довольно близко очень глаз идет к краю лица потом получается такие вот неприятности небольшие можем немножко сгладить за счет увеличения качества рендера разрешение кривых такая у нас получается красавица ну в общем суть понятна что делается теперь нам нужно все это дело про анимировать каким образом это происходит ну во первых мы можем просмотреть каким образом влияет тот или иной слой то есть если я беру глаза то при помощи ползунка layer war могу просмотреть процесс растягивания этих самых глаз давайте еще сделаем нос на всякий случай ну и смотрим на все это безобразие так каким образом мы проанимируем превращение это девушки у этого монстра переходим на эйби морф анимация параметров точнее анимация морфа делается при помощи двух параметров mix и root варп рут варп отвечает за варп всего изображения рутового то есть мы видим девушка у нас нормально и потом она искажается микс делает микс между двумя разными изображениями подключенными к входу by и и соответственно если у нас подключено изображение и в данный момент то максимальный варп будет давать исходное изображение минимальный будет давать искривленные в обратную сторону если у нас значение микса 0 то минимальное значение 0 будет давать нормальное изображение единица максимально искривленная то есть по ходу изменения обоих параметров значение точнее картинка будет меняться с одной на другую в то же время изменяя параметры варпа таким образом мы делаем такой вот переход на начальном кадре мы ставим ключи на ноль на последнем кадре ставим ключи на единицу и теперь просчитываем результат варпа вот в итоге у нас получилась вот такая вот анимация но учитывая то что мы не заморачивались насчет масок ничего не улучшали то есть понятно что нам нужно сделать так чтобы это ухо переходила в это что же делать с ушами на то что мы делаем с глазами с ртом немножко подкорректировать маску ну и изображение в принципе нас было не очень подготовлено к этому у нас немножко разные углы обзора то есть девушка смотрит на нас в то время как инопланетянин слегка по верную сторону поэтому такие вот небольшие не сходства вот и также хочется еще сказать о том что если у нас например анимированное лицо ну то есть перемещается например то нам нужно эти все маски соответственно притрекивать то есть тречить глаза тречить тот же рот нос и маски привязывать к трекерам вот такой вот увлекательный инструмент этот сплайн ворп двигаемся дальше ну теперь под конец давайте поговорим о 3d здесь также довольно много изменений чинюк радует своими 3d с ними возможностями и 7 в частности у меня есть такой вот футаж и камера которую я просчитал при помощи камера tracker в нюкеже я не настраивала никакие ориентации камера у меня такая вот в самом низу она мне нужна просто для воссоздания некоторых вещей они для размещения 3d объектов поэтому я на ней не работала не заморачивался так вот что у нас добавили нового 3d что интересного добавили ну прежде всего есть такая вещь как генератор облака точек point cloud генератор вот он для того чтобы создать точки основываясь на положении пикселей то есть мы имеем камеру камеры для этого нам обязательно нужно мы имеем футаж больше никакой информации дополнительной у нас нету к входу source подключаем наш футаж ходу камеры соответственно камеру маску если нужно в нашем случае маску создавать не будем далее что также важно нужно установить правильное количество кадров вот так теперь анализируем секвенцию программа просчитывает все кадры секвенции анализируя ее и создает определенные ключи keyframes сейчас мы увидим что за ключи пока поставлю на паузу секвенцию у нас довольно длительная но так что то за ключи такие каким образом программа определяет положение в пространстве в 3d пространстве того или иного пикселя вот у нас есть камера что при помощи этих ключей программа делает она смотрит где пиксель находился в одном кадре где он находится скажем там через пять кадров у нас есть время спейсинг 15 кадров и тем самым она используя данные о перемещении камеры рассчитывает расстояние к этому пикселю то есть что-то наподобие когда мы допустим делаем камера трекинг на основе как и камера tracker на основе перемещение пикселя на чем он медленнее перемещается от кадра кадру тем он соответственно далее дальше находится она получает информацию о расстоянии этого пикселя камеры соответственно мы сейчас анализируем ключевые кадры программа их расстанавливает и теперь нам нужно проанализировать учитывая эти ключевые кадры размещение точек здесь у нас будет здесь у нас есть настройки плотности то есть порог трекинга и разделение точек мы поставим все по умолчанию и нажмем track points для диапазон кадра который мы хотим потрачить собственно весь диапазон и процедура немножко длительная поэтому я также нажму на паузу то есть в этом случае после нажатия track points программа просчитать положение точек нашей сцены вот процесс завершился и в итоге если мы перейдем 3d вид мы увидим те самые точки которые программа разместила согласно данным трекингом мы видим что разместила довольно хорошо вот эти вот стены они у нас довольно ровные нет никакого шума это разный разброс точек он существует всегда вот такой вот небольшой но в основном как мы видим все они находятся в одной плоскости это очень хорошо каким образом это можем кроме как визуальной презентации нашей сцены в 3d в одном из уроков я показывал point to position или position to point вот эта нода которая на основе информации о нормалях и положение точек выстраивать такую же вещь но без просчета то есть уже с готовыми пасами но естественно у нас в нашем случае никаких пасов нет у нас видео и не может быть вот и программа на основе анализа видео делает такие вот вещи что мы можем с этим делать но здесь разнообразные с настройки по плотности по углу здесь мы можем например устанавливать только те точки которые видны в данный момент или все мы можем создавать целые группы вот например эта стенка переходим в режим выделения точек и выделяем эту стену при помощи зажатой клавиши shift мы можем выделять добавлять к выделению новые элементы новые точки также есть вкладочка groups не можем создать группу на основе выделенных точек вот эта группа двойной щечок называемый например wall 1 здесь же при создании разнообразных групп допустим выделить эту стену эту стену крышу может быть вот это мы можем либо изолировать частично вот эти вот точки то есть теперь у нас отдельная нода с набором точек размер которых мы можем здесь также менять вот или же мы можем удалим пока это что еще более интересно это bake selected group to mesh то есть создать на основе выделенных точек mesh некий вот он то есть это у нас теперь полноценная геометрия кусок стены по сути да если мы допустим используя тоже что project свели добавляем сюда камеру там допустим в каком-то тринадцатом кадре ту камеру копируем сюда удаляем анимацию анимацию замораживаем тот же тринадцатый кадр тринадцатый я сказал и текстурируем наш mesh вот переходим на режим выделения нод вот наш кусок здания то есть если мы теперь его через онлайн рендер просчитаем то получим какой-то результат то есть мы по сути быстро создали и спроецировали геометрию внутри программы нюк если нам нужно например добавить взаимодействие с каким-то объектом пролетающим здесь можем отбрасывать на эту геометрию тень при помощи источников света внутри нюк и так далее то есть создавать в принципе проекцию которые довольно часто сейчас используются проекцию окружающего мира создается как в 3d так уже и в нюке можем ее создавать довольно удобно сейчас мы при помощи еще одной замечательной ноды увидим как это делается также есть одна из фишек новых это улучшение генератора глубины это пока оставим в покое так вот у нас depth generator генератора глубины он был и ранее предоставлен на этой программе но foundry его слегка доработали и так к входу камера опять таки мы подключаем камеру и источник к входу source и здесь снова таки мы видим кнопочку анализ анализа секвенции то есть опять таки на основе камеры движение камеры и перемещение пикселей программа будет определять ту же глубину то есть по сути расстояние до от камеры к пикселю только теперь это будет не 3d шина и презентация это будет информация которую мы поместим в канал депс канал глубины вот она для того чтобы полностью просчитать нажимаем на анализ секвенс если мы включаем канал глубины в данном кадре то проходит анализ одного кадра вот но мы можем просчитать сразу всю секвенцию для того чтобы не тратить на это время и у нас получится тогда канал глубины вот процесс завершился мы теперь можем просмотреть на это самый канал с любого фрейма допустим выберем какой-то удобный ракурс вот здесь например конечно он не идеальный можем улучшать детализацию глубины детализации нормалей шум то есть в принципе параметры которые мы имели ранее мы видим что нода пытается воссоздать расстояние даже не каждому пиксель к определенным участкам такие вот мы видим пятна участки при помощи той же ноды great к примеру мы можем регулировать если мы включим глубину мы можем управлять уже созданным полем то есть на что мы хотим обратить внимание например инвертнем ее теперь можем указывать это самое расстояние к объектам к объектам ну и определенным образом его использовать то есть можем создать некую там я не знаю задымленность тоже мне когда-то это все проделали проделывали и выбираем маску как глубину ну конечно что это не идеальный пас глубины это фейковый то есть мы можем например добавить сюда дфокуса ранее у нас была нода зиблюр которая это делала теперь у нас нода ZDFocus которая в принципе делает похожую вещь но ее эту ноду значительно доработали кроме того что она работает на gpu и работает значительно быстрее но она создает красивые эффекты разметия эффекты боке без затратных ресурсоемких внешних каких-то плагинов дополнительных скриптов и так далее что касается собственно самой ноды давайте немножко на ней остановимся как я уже говорил она теперь может работать на gpu что значительно ускоряет процесс разблюривания изображения который ранее был довольно-таки затратным по времени просчета особенно если мы использовали фрешлюфт или еще какие-то ноды дополнительные плагины сейчас же сама нода ZDFocus довольно хороша давайте немножко рассмотрим ее параметры итак у нас есть несколько фильтров несколько вариантов самого размытия формы размытия если у нас это диск то давайте найдем какой-то удобный пример вот эффект размытия мы видим по этим кружкам то есть у нас сейчас выбран тип диск соответственно значение размера этого шайпа диска мы можем указывать фильтр шейп если мы ее отключим то это будет стандартное обычное размытие без создания этих самых дисков которые мы можем удлинять по вертикали и горизонтали делать такую анизотропию при помощи aspect ratio при помощи blades параметра мы можем устанавливать некий многоугольник то есть вместо кружка теперь у нас такой пятиугольный объект вот как раз количество blades и указывает на количество этих самых сторон да если поставим 3 то будет их угольник соответственно и значение тот же который делает растягивать его по вертикали и горизонтали значение roundness округляет если значение равно единице то мы делаем из этого многогольника круг если мы уменьшаем минусовые значения то мы наоборот делаем эти стороны как бы выпуклыми или точнее впуклыми как правильно получается звездочки такие поворот тот же я думаю понятно что этот параметр делает ну и inner size inner feather если мы немножко уменьшим яркость то увидим что этот эффект достигается причем создания не только самого шейпа но сам шейп по краю немножко ярче нежели внутри то есть более плотнее вот изменяя этот feather мы можем делать область уплотнения больше чем меньше feather тем он более растянут более размыт ну и собственно размер этого уплотнения и также при помощи еще варианта image мы можем подключать ко входу в фильтр свои шайпы какие-то в которых вы можете нарисовать или откуда-то скопировать какую бы форму вы хотели чтобы эти блики имели то есть теперь уже наш блюр гораздо красивее гораздо быстрее и качественнее ну и напоследок немножко о геометрии free light кстати тоже добавили вот у нас есть списка освещения real light это нода который я уже показывал в одном из уроков по использованию вариантов то есть опять таки мы сюда подключаем паз векторов паз point position и на основе этого мы подключаем источник света который будет влиять на просчитанный уже ранее 3d пакете объект освещая его с разных сторон он был доступен эта нода была доступна и ранее но она не была в списке основных нод теперь они еще добавили так дабы система не тормозила пока все это удалим и поговорим немножко о геометрии у нас есть замечательный инструмент model builder вот он давайте на него сначала посмотрим внутри 3d что позволяет он делать он позволяет создавать и редактировать разнообразные объекты внутри 3d пространства вот добавим например куб вот он кроме создания объектов у нас есть еще несколько инструментов это инструмент alignment сейчас мы будем скоро им пользоваться инструмент edit mode по редактированию также инструменты по выделению точек сторон faces то есть полигонов объектов и нод чем-то похоже на это только еще добавили выделение сторон что мы можем делать с этим объектом вот допустим перейдем на edges соответственно мы можем его перемещать опять таки мы видим если неактивная эта кнопка то мы выделяем только те по стороны которые ближе к нам те которые находятся за объектом да с другой его стороны или за каким-то другим объектом не выделяется если мы зажмем эту кнопочку то мы можем выделить все стороны если мы выбираем vertices выбираем все точки ну соответственно faces выбираем полигоны и объекты выделяем целости целый объект мы имеем возможность его как и ранее перемещать при помощи зажатой клавиши control поворачивать ну и также добавилась новая возможность по масштабированию если мы зажимаем control shift то у нас появился новый элемент это масштабирование мы можем этот объект скейлить увеличивать по разным направлениям поскольку здесь нету его настроек которые мы привыкли видеть в том же боксе скейл здесь все объекты мы будем настраивать вручную в основном используя viewer так вот что мы можем делать при помощи нашего моделера вот допустим перейдем к edges выделим какую-то сторону и нажмем правую кнопку мышки мы видим что здесь появилась целый инструментарий он конечно не сравнится с 3d пакетом но все-таки некоторые возможности мы можем здесь делать по выделению edge ring выделяет все стороны которые по кольцу находятся к данным в данной стороне мы можем делать extrude выдавливать линию или полигон здесь у нас есть faces выбираем вот в этом нам как раз кнопочка это и помогает делаем extrude вот нажимаем enter делаем еще изменяем его масштаб нажимаем enter делаем еще то есть по сути такая упрощенная система простенькая система по моделированию объектов также допустим если мы перейдем на выделение сторон выберем bevel увеличим количество уровней bevel делаем соответственно сглаживание такой вот углу то есть инструменты если кто работал 3d то инструменты довольно таки знакомые тоже мы можем делать subdivide разделять например здесь у нас появилась новая точка мы можем ее выделить эту точку переместить то то же самое можем делать например то есть создавать новые какие-то полигоны и таки extrude тоже то есть вот такие вот вещи мы можем делать теперь на уровне нюка мы можем строить простенькую 3d геометрии внутри программы то есть зачастую раньше мы делали так мы делали там допустим камера трекер да переносили там в 3d пакет в макс или еще какой-нибудь делали там простенькую геометрию тех же зданий например боксов всевозможных она была простая несложная простые элементы потому как находились они в основном вдалеке где-то не нужно было особо делать то же самое если у нас какой-то интерьер те же окна все было довольно низко полигональные простенькое созданное для проекции вот теперь такие вещи мы можем сделать и в нюке ну моделирование это вещь конечно полезная однако давайте посмотрим еще такую вещь как align node каким образом она работает давайте создадим новый моделлер для чего у нас здесь существует подключение камеры ну допустим source понятно подключаем изображение наш футаж и камеру мы получили изображение из камеры автоматически мы видим что камера залочена вот наша камера соответственно мы здесь при помощи этого инструмента можем воссоздать допустим некоторые геометрические объекты часть здания стену все здание там не знаю другие вот такие вот элементы каким образом это можем сделать ну давайте потренируемся на кошках сначала добавим point вот допустим я хочу разместить точку на углу этого здания я ставлю сюда point при этом выделяя эту точку мы видим схоже что-то с трекером у нас появляется окошечко в котором мы видим положение этого трекера этой точки который установил задачей нашей следующей является положение этой точки в пространстве то есть пока программа ее где-нибудь поставила независимо кстати прежде всего нужно установить масштаб сейчас мы посмотрим как передвигается наша камера пока удалим точку ну вот где-то в переделах двух квадратов обычно рекомендуют ставить расстояние вот этот distance вдвое больше нежели перемещение камеры вот допустим поставим 20 в нашем варианте залочим обратно камеру и автоматически мы подключаемся к входу переходим на первый кадр так вот допустим будем работать с этим зданием я хочу разместить точку на этом углу так есть такое помещаем точно по центре опять таки здесь мы тоже можем ее положение это регулировать каким образом программа может просчитать расстояние к этой точке то есть положение ей понятно относительно камеры а вот расстояние к ней пока неизвестно для этого мы передвигаемся вот сейчас мы на десятом кадре передвинемся например на кадр двадцатый и теперь нам нужно указать где эта точка находится на двадцатом кадре при этом программа выстраивает такую вот линию при помощи которой она просчитывает положение этой точки теперь по расстоянию камеры вот перейдем на кадр где-то пятьдесят и желательно использовать несколько кадров вот видим здесь программа уже практически установила ее правильно немножко подкорректируем вот так если мы посмотрим далее то эта точка уже должна находиться в точности на том же месте где она должна быть то есть по сути мы поместили точку в том же месте пространства где она должна быть относительно камеры внутри пространства нюк 3d что то же самое можем сделать и с плоскостью допустим я хочу спроецировать что-то на эту стену это же изображение например для того чтобы сделать cleanup или еще что-нибудь что мы для этого делаем добавляем плоскость вот такую и теперь делаем то же самое мы указываем где она должна размещаться допустим на этом кадре вот здесь вот здесь вот неважно давайте вот сюда например и вот сюда вот так далее переходим опять таки на какой-то кадр 25 и перемещаем точки там где они должны быть вот так вот ну и на 50 ну вроде как все выровненное можем немножко не немножко доработать вот таким образом теперь эта плоскость так перемещаем стоп здесь корректируем вот так так тут нормально тут поправляем и тут поправляем вот вот так вот таким образом мы можем сюда добавлять плоскости при помощи бокса мы можем сделать модель целого здания добавить сверху каких-то элементов при помощи известных нам уже инструментов по моделированию переходим 3d здесь же уже при модификации мы можем допустим на уровне объекта можем скидить ее размещать где угодно на этом здании перспектива теперь у нас правильная и плоскость будет перемещаться в точности так же как и стена этого здания здесь же у нас сразу есть некоторые опции по созданию например проекции то есть автоматически если мы стоим на 34 кадре программа создает backdrop в котором она сразу же фризит этот самый три четвертый кадр замораживает камеру то есть то что раньше я делал я удалял анимацию теперь же при помощи той же frame hold которая действует в 3d мы попросту замораживаем камеру на 34 кадре нам не нужно удалять информацию оттуда и нода apply material в конце у нас имеется который мы должны подключить к этому входу созданную геометрию motion builder подключаем и при помощи того же scanline рендера подключаем сюда камеру а сюда объект ну вот у нас получилась замечательная проекция на создание которой мы потратили довольно мало времени вот такой вот краткий обзор возможности программы newtix до встречи поиска хоро 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 хоро